Так, кто тут еще? Грузины есть, я вижу. Казахстан есть. Бишкек, молодец. Израиль присоединился. Израиль, ты меня имеешь в виду? Нет, Городецкого. Это детишек теперь в Израиле живет. Да, я его видела там в Фейсбуке. Привет, Таня. Привет, я видела твой видеоблог. Слушайте, очень здорово настолько собирается. Будем надеяться, что это будет на каждом занятии курса, не только сегодня. А по-моему, всегда так примерно. Нет, я уже заходила пару раз, всегда было по 20 с лишним. Таня, это ты, когда заходишь, ты знаешь, ты подтягиваешь магнитом сразу. Человек сам не понимает, как попадает в конференцию. А так у нас, да, самая большая явка пока на зажигание свечей. Мы надеемся, что сегодня тоже. Итак. Ну, хорошо. Во-первых, здравствуйте, дорогие. Очень рада вас всех здесь видеть. Рада видеть знакомые лица. Вон мне Машка там машет. И Сашка. Взаименно приятно. Очень рада вас всех видеть здесь. Прикольно. Слушайте, я вам хочу сказать. Янита там не улыбается. Или не мне. Ты мне улыбаешь? Тебе, тебе, понятно. Слушайте, мне вообще нравится этот зум, я вам хочу сказать. Я вот уже неделю или сколько, полторы тут в нем тусуюсь, и вполне. Зачем мы ездим, как дураки? Мы же можем все здесь собираться. Как вы считаете? В принципе, неплохо было бы. Окей, хорошо. Значит так, поскольку много нам всего надо успеть за час, быстро начинаем. Это такой мини-сериал. У нас будет четыре встречи. Это первая встреча. И мини-сериал на тему «Как воспитать себя сам». Я это назвала. Окей, первое занятие, как вы видели, называется «Главный секрет хорошей жизни». Наконец-то, если у вас были какие-то вопросы про жизнь, сомнения, сложности, наконец-то настал тот час, когда мы все ваши сомнения и проблемы решим. Отсюда вы выйдете уже, так сказать, полностью уложенными, утоптанными. Все вам станет про жизнь понятно, слава богу. Если будут вопросы, задавайте. Поскольку у меня есть такое удивительное свойство. Я всегда права. То я смогу, наконец-то, если у вас какие-то есть вопросы вообще по жизни, как жить или что-то такое, что-то не получается в жизни, то вот сейчас, вот этот ближайший час, наконец-то я смогу решить все ваши эти проблемы. Свои я уже давно решила. Смотрите, я вам хочу сказать, что в иудаизме вообще, насколько вы все, я уже, надеюсь, поняли, нету посредников между человеком и богом. Иудаизм видит человека, как бы, знаете, вот нету ни защитников, ни обвинителей. И вот есть бог, который создал мир, создал тебя. И все, что ты сделаешь со своей жизнью, это твое личное дело. И с одной стороны, это как бы дает очень большое чувство свободы. А, мы можем делать все, что мы хотим. Всегда говорят, я, по-моему, про Америку всегда говорят, да, страна неограниченных возможностей. То есть, пожалуйста, вот весь мир для тебя, все, что ты сделаешь, вперед. Но, с другой стороны, очень большое чувство ответственности, потому что вас, может быть, удивит, но очень часто я встречаюсь с людьми, там, провожу всякие семинары для людей куда более старших, чем вы, и мы начинаем говорить, и что удивительно оказывается, что даже люди куда более старшие все еще не знают, кем они хотят стать, чем они хотят заниматься по жизни и так далее. И вдруг оказывается, что жизнь прожита, а эти все неограниченные возможности, которые нам как бы дали, непонятно, как их использовать. То есть, сегодня я с вами хочу поговорить как раз вот на эту тему. Кто несет ответственность за все, что происходит с вами в жизни? И живете ли вы так, как вы хотите на самом деле? Так, чтобы получилось, что через 10 лет, когда вы будете еще вполне даже молодыми, вы оглянетесь назад и будете довольны той жизнью, которой вы живете. Вы будете чувствовать, что вы живете хорошую, значимую жизнь, а не просто как бы вот прошли 10 лет и непонятно вообще, как вообще, куда они ушли и куда они пропали. Кстати, я вот помню, я приехала в Израиль, мне было 19 лет, то есть примерно как многим из вас сейчас. И как раз только-только-только, вот знаете, Советский Союз, он еще там дышал на ладан, он еще существовал, но он уже распадался. Это был мой первый в жизни полет, первый в жизни вылет куда-то за пределы России, тогда был Советский Союз, не было России, за пределы Советского Союза. И я помню, значит, ни одного, мы не знали, я не знала ни одного языка, кроме русского. Я нигде никогда не была. Мы никогда, у нас не было супермаркетов в нашей прекрасной стране. Я помню, что я прилетела, приземлились, я выхожу в аэропорту Бен-Гурион, были в Израиле же большинство, из вас, да, помашите руками, кто был в Израиле. Многие были. А все, кто машут, не включив экрана, тех я не вижу, учтите. А чего вы не включаете, собственно говоря, себя? Приятно же вас? Я просто на кухне, я готовлю тут, мечусь, поэтому я приседаю буквально на 2 секунды. Окей. У меня врача не миша. Мне это еще неудобно в плохом виде. А, не причесались, я поняла. Ну ладно, ладно, ничего страшного. Окей. И я помню, что я выхожу из аэропорта и весь самолет это новые репатрианты. Мы все выходим, тогда пачками ехали, за год приехало, я не знаю, полмиллиона, наверное, человек, пачками ехали сюда. Я помню, я выхожу из аэропорта, ничего не соображаю, стою, пошла, где получают чемоданы. Стою, жду, значит, чемодана, постепенно люди, значит, забирают свои чемоданы, уходят, забирают свои чемоданы, уходят, их забирают, представители Сахмута. В результате я остаюсь одна. Значит, я стою, эта штуковина ездит, моего баула, который мне, между прочим, чемодан было нельзя купить. Мне папа сшил на машинке из какой-то там ткани, которую он где-то нашел, потому что ничего вообще в нашем Советском Союзе там не было в ужасном. И в результате я стою, чемодан мой так и не приехал, я стою, ничего не понимаю. Тут подходит ко мне какая-то женщина, и слава богу, ни одного языка не знаю, как спросить не умею, вообще ничего не соображаю, скажу честно. И вот она ко мне подходит и говорит, ты, говорит, Таня, ты Таня, я тогда еще не была брошь, была чем-то другим. Ты, говорит, Таня, я говорю, да, я Таня. Она говорит, сейчас передали эти, как-то, носильщики, что твой чемодан, твой этот баул, шитый, не знаю, с чего, она вся ткань вот так вот разъехалась, и все твои шмотки, значит, по самолете, там, где, в багажном отделении, все, значит, по всему самолету как-то, разъехались, и, в общем, они все выкинули. Поэтому чемоданы не жди, сказали они, пошли, тебе нужно оформлять, это, значит, гражданство. Гражданство давали, прямо в аэропорту давали пилда-то-ле, такую справку о том, что я у Ла Хадаша, новая, и все. И вот я пошла без всего, вообще без всего, значит, у меня была маленькая, значит, сумочка, в которой был вот этот мой советский, а, нет, паспорта не было советского, вот отбирали. В общем, какая-то там была справка и 60 долларов, можно было вывести из Советского Союза, единственное, что 60 долларов. И вот так вот я, значит, с маленькой-маленькой вот такой вот сумочкой, я вот так ее держала, значит, с какой-то там справкой без единой шмотки, там, даже без майки и трусов пошла, значит, получать это гражданство. И таким образом началась моя жизнь в Израиле. С 60 долларов, без единого языка и вообще ничего не соображающее. Ну, и я вам скажу, что это такое, знаете, очень похоже на то, как мы рождаемся. Мы же тоже без всего приходим в этот мир. Я примерно точно так же в 19 лет приехала в Израиль. Но потом я поняла, что я, на самом деле, была такая не одна. Может быть, чемодан у него всех прям развалился прямо в самолете. Но все, что мы везли, это здесь даже и одевать-то было невозможно из этого Советского Союза. Но к чему я это все рассказываю? Что вот в результате, знаете, прошло какое-то количество лет. Интересно, вот приехали все мы, мы все были примерно в одинаковом положении. Сегодня ты посмотришь. Некоторые работают значит, грузчиками из тех, кто приехал, как мы. Некоторые сидят в правительстве. Некоторые работают на очень выдающихся должностях в хай-теке. Некоторые работают учителями, а некоторые сидят в зуме, разговаривают с молодежью. То есть, каждый пошел и сделал со своей жизнью, что можно. И тут уже, как бы, проверка, как бы, куда более чистая. Потому что не обвинишь родителей. Я вообще приехала без родителей. Мои родители еще оставались в Советском Союзе, когда я сюда приехала. То есть, как бы, вот мы приехали сюда все, и каждый, кто что смог сделать со своей жизнью, со своей жизнью, вот то с ней и сделал. Понимаете? И как бы не скажешь, вот это мне... Вот почему один человек достиг одного, другой человек достиг другого, а третий человек чувствует, что он вообще ничего не смог со своей жизнью, как-то ничего сделать. От кого это зависит? Да? Все мы приехали примерно из одинаковых условий, примерно в одинаковые условия. Но спасибо. Вот я вам хочу сказать, что, конечно, слава Богу, как бы, в государстве Израиля мы сюда приехали, и нам, как бы, сказали, окей, вот вам страна, мы вас сюда пустили, вот вам возможности. Дальше делайте каждый со своей жизнью, что у вас получается, что каждый из вас может с ней сделать. И вперед. И сегодня вот можно, как бы, знаете, оглядываясь назад, проверять, кто что, а что гораст. Да. Точно так же, как бы, и с вами, да. То есть вот сейчас вы, как бы, начинаете уже постепенно отходить от тех рамок, в которых вы находитесь. Там школа, мама, папа, уже становитесь все более самостоятельно. Я вам хочу сказать, что сейчас начинается та самая жизнь, на которую вы через 10 лет оглянетесь и будете думать, я доволен своей жизнью, в которой я живу или нет. Да, и вот про это я на самом деле и хочу поговорить, потому что тут мы, а, с Митрофановым Сергеем мы тут разговаривали, после какого-то его очередного занятия он мне позвонил, и у нас с ним зашла глубокая философская беседа. Что интересно, вот говорят все время, говорят, да, вот шаббат, это такой день, когда надо остановиться и подумать о своей жизни, и это все остановить, и взять свою жизнь в руки. А я вот, я ему говорю, сейчас с вами хочу поделиться своей вдруг гениальной мыслью. Вот сейчас нам всю жизнь остановили, хотим мы или нет. Вся жизнь остановилась, сидим мы все в этих карантинах, и все остановилось. И я вам хочу сказать, что самая частая распространенная жалоба, которую я слышу, что невозможно, больше так не можем, перестаньте, думать ни о чем невозможно. Люди сидят маниакально, играют в компьютерные игры, смотрят какие-то сериалы один за другим, и думать совершенно не получается. То есть оказывается, что чтобы думать, остановка, может быть, даже не самая лучшая возможность подумать, потому что вот вам нам всем все остановили, а думать-то невозможно, сходят все с ума в основном, да, чтобы подумать, приходится куда-то там подключаться и так далее. Я вот думаю, что, так сказать, как бы тут есть некоторое противоречие, понимаете? И даже мы сами, я увидела, что каждый из вас испытывает какой-то дискомфорт. Как? Подождите, нам никто, нам перестали организовывать нашу жизнь люди извне. Всякие начальники на работе, училки в школе, все люди, все наши рамки, которыми не мы себе строим, они все рухнули. И вдруг, оказывается, мы сами должны себя дома организовывать. Пупси-пупси, оказалось, что дома организовывать себя сложнее всего самому. И вот про это я хочу поговорить. Но я для начала хочу все-таки, поскольку мы с вами находимся в JT, Active Jewish Teens, я хочу все-таки, ну, знаете, есть такая поговорка на английском, я не уверена, есть она на русском или нет, что мы с вами стоим на плечах гигантов. Что это означает? Что значит, мы с вами стоим на плечах гигантов? Кто эти гиганты? Есть какие-нибудь варианты в экране? Ну, кто-нибудь умное что-нибудь скажет? Кто эти гиганты, на чьих плечах мы стоим? Нету. Аня, у тебя нету ни одной мысли, что ты меня машешь. У меня есть примерная мысль. Есть примерная мысль, я правда не знаю, корректная она или нет, но мне кажется, вот мне реально кажется, что те гиганты, на которых мы стоим, это какие-то сомнения. Ну, сомнения, знаешь, стоять на сомнениях, сомнения нас сопровождают. Нет, мы стоим на плечах гигантов, это что, знаете, мы не самые умные, которые родились с начала времен. Это имеется в виду, что не надо изобретать велосипед. Если мы только пытаемся все время из себя что-то понять, это очень важно подумать, что-то понять. Я вам честно скажу, уже много тысяч лет люди существуют, и вы удивитесь, но люди, которые жили до нас, были не менее умные, а многие из них были гораздо более умные, чем мы. Поэтому если вы за весь карантин не одолели ни одной новой книжки, знайте, что вы просто так тратите время свое, что, так сказать, у вас сейчас плохо проходит карантин, потому что все-таки нужно чему-то учиться у людей, которые уже до нас много чего поняли. И я вот хочу, с Сергеем вы очень много занимались, и я хочу вот обратить ваше внимание на книжку Берейши в Торе в нашей, да, с чего там начинается все, как Бог создает землю, правильно? Бог создает мир, небо и землю. И вот интересно, у меня такой, по-моему, вопрос. Вот он все создает, Алка, не отвечай, и Оксанка тоже. Все создает, вот у Лёва тоже. Все создает, и в конце каждого дня говорит, о, и это хорошо, и это хорошо, и это хорошо. То есть он как бы создает, в конце он создает человека. Он как бы говорит, смотрите, какой я вам мир клевый создал. Пожалуйста, идите, пользуйтесь, наслаждайтесь, живите, радуйтесь. Единственное, про кого он не говорит, и это хорошо, это кто? Человек, наверное. Наверное, да, потому что, да, ну да, да. Ну, как и то, да. Он говорит, что это хорошо, не говорит, и это хорошо, это светило, кажется. Что, 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 еще раз, Лина? Он во второй день не говорит, и это хорошо, это, кажется, светило, или что-то такое. Не, во все дни он говорит, что это хорошо. Кто-нибудь, пойдите, проверьте, что там во второй день, сказал он имя. Я потом посмотрю. Но я другой, у меня возникает вопрос. Это что же, почему про человека не сказано, что это хорошо было создано? Возникает вопрос, может ли такое быть, что если все, что до этого создано было хорошо, что источник, что именно человек является источником зла в этом мире? Может ли быть такое, что именно мы, что только человек – это не хорошее создание Божие? Ну, знаешь, люди кончились, и в Венеции вода чистая стала, и динозавры стали опять бегать, как сейчас популярно шутить, но людей не стало легче. Да, еще у кого мысли? Я думаю, что он не сказал, что это хорошо, когда создал человека, потому что, наверное, в этом закладывался смысл того, что человек сам должен сделать хорошо или продолжать как бы сохранять то, что Всевышний сделал хорошее. Окей, окей. Да, хорошее направление. Есть такое, я слышала тоже, как Андрей говорит в Facebook, или где-то видела такой мем, что если комары исчезнут из нашего мира, то через 30 лет весь мир и вся природа накроется. А если человек исчезнет, то наоборот природа вся расцветет, и мы перестанем ей мешать со своими туннелями, дорогами и так далее. То есть как бы действительно, это нас, это взгляд, угол зрения и ставит нас, людей, не в очень хорошую позицию здесь, как будто мы этому миру мешаем. Но я вам хочу сказать, вот поскольку у нас был такой вопрос, в чем секрет хорошей жизни? Я вас хочу познакомить, знаете, есть в греческой философии есть такое понятие – телос. Телос – это предназначение. И телос есть у каждой вещи. То есть каждая вещь, у нее есть свой телос. Какая вещь хорошая, которая исполняет свое предназначение? Например, хороший нож должен легко резать. Если нож не режет легко, он не хороший нож. Его телос – это резать. Если он не может резать, все, плохой нож. Например, телос – предназначение стула, чтобы на нем было удобно сидеть. Если есть стул, на котором неудобно сидеть, то стул не исполняет своего предназначения. Плохой стул. То же самое, скажем, с какими-то профессиями. Например, судья должен творить справедливость вокруг себя. Если судья работает в суде, к нему пришли люди, в результате вышли с несправедливым решением, то это плохой судья, потому что он не исполняет своего предназначения. Каждая вещь в этом мире создана со своим предназначением. Это Телос называется. Посмотрите, кого это интересует. И что получается? Что весь мир наш – это некий прекрасно, очень хорошо сложенный пазл частичек. Например, животное. Каждое животное знает, что ему делать. Коты, я вот уделяюсь, ты можешь им давать еды сколько хочешь, они будут есть столько, сколько им надо. И дальше будут идти и делать то, что надо. Потому что они на автомате делают. Им не нужно все эти думать. Мне сейчас сегодня скучно, я лежу, дамка, я пожру еще раз. То есть, как это? Вы открываете холодильник не потому, что вы голодные, а потому, что вам скучно. Закрой его обратно. То есть, ни одно существо в мире, на самом деле, кроме человека, не задается вопросом, какое мое предназначение. Оно выполняет свое предназначение. У деревьев есть свое предназначение, у зданий есть свое предназначение. Например, если здание построили, оно стоит криво или рухнуло, значит, это плохое здание. И как бы получается, что весь мир собирается в некий пазл, где у каждого есть свое место, понятное ему и важное для других, кроме человека. Только человек не имеет четко созданного предназначения. То есть, что значит, когда Бог не говорит про человека, и это хорошо, Он говорит, я создаю человека, но я ему не назначаю теос, не назначаю предназначение. И это на самом деле, обратите внимание, это является источником самой большой наших несчастья, потому что мы не понимаем, мое место в мире, какое мое предназначение, что я должна делать, чего я не должна делать, зачем я нужна миру. Вот это самый главный вопрос. Единственное, кто не понимает своего предназначения, и для того, чтобы его понять, приходится сделать огромную работу над собой, это человек. Потому что Бог ему не назначил при создании его телос, его предназначение. А кто должен его искать? Мы сами. Мы должны сами. И это самый мучительный, самый сложный вопрос. Вы не поверите, но подавляющее большинство людей до конца жизни не в состоянии найти. А в чем счастье? Мы, кстати, говорили, в чем секрет хорошей жизни? Я вам скажу, вы сейчас все узнаете, это очень просто. Секрет хорошей жизни – это когда человек понял, в чем его предназначение. И живет в соответствии со своим предназначением. Кстати, вспомнил про предназначение. В твоей замечательной книжечке была про это очень хорошая притча. Есть один человек, который читает мою книжку регулярно, это Андрюха. Он мне еще там ошибки находит, мне пишет. Давай. И там рассказывалось о том, что Бог решал, куда спрятать предназначение человека. И там самую высокую гору человек повторит, самое глубокое дно он исследует. Но мало того, что когда он все это сделает, он до сих пор не сможет до конца изучить себя. И поэтому он спрятать это в человеке. Да. Окей. Супер. Но теперь, но нам дает, нам немножко есть подсказка. Окей, с одной стороны нам Бог говорит, я вам не назначаю своего предназначения. У каждого человека, вы сейчас будете каждый всю жизнь обречены на поиски своего предназначения, своего места в этом мире. Но я вам дам подсказку, поскольку я вам дал мозг, я вам дам подсказку, попробуйте сами ее решить. Вот сказано, да, что человек создан по образу и подобию Божьему. Есть очень много всяких ответов, чем люди отличаются от животных, там, чувством юмора, способностью мыслить, там, и так далее. Но что Бог делает вообще в первую, даже в самый первый день? Чем Бог занимается? Творит, создает. Творит, создает, что он творит. Мир вокруг себя. Окей, вокруг себя, это не факт, да. Вокруг человека он творит мир, но, возможно, даже вокруг себя, я тоже подумал сейчас. Нет, человек создан позже. Ну да, но делает он это для человека. Что он делает, кто помнит? Все делает для человека. Он создает свет и тьму в первый день. Из чего? Ой, вот это вот я не знаю. Из тьмы? Нет. Из хаоса, из хаоса. Ну, вспоминайте, вот и Бог там, и мир выглядел так, а он сделал эдеп. Как там мир выглядел? Ну, сначала не было ничего. Ну, это был типа смятение, там было, и типа как хаос. Ну, короче, ничего. О-о-о, да, давай, Катя. Понятно. Не, непонятно как раз, говори. Ну, я помню, что там было смятение. Это слово, которое точно написано. Можно зачитать? В начале сражения Богом неба и земли, земля же была смятение, и пустынность, и тьма над пучиной, и дуновение Божие витает над водами. И сказал Бог, да будет свет. Ага. Ну, это вопрос перевода. Тогу вы Богу. Это как бы, да, хаос скорее переводится. Сметение и хаос. Ну, смятение и хаос даже, наверное, по-русски похожи. Я не знаю. Сметение – непонятное вообще слово. Сметение – это некоторое чувство, которое кто-то должен испытывать. А пока еще никого нету, чтобы это испытывать. Но, скажем так, Бог создает из хаоса порядок. Он сперва делит его на небо и землю, потом там делит тут, делит эту землю на реки, сушу, воду и так далее. То есть Он создает порядок из хаоса. И, соответственно, это для нас подсказка. Если мы хотим быть похожими на Бога, а что значит быть созданным по образу и подобию Божьему? Это значит, что мы пытаемся делать то, что делал Бог. В этом как бы проявляется наша человечность. Мы не выполняем ту функцию, которую нам Бог назначил при создании. Там птички летают, деревья растут, кошки, значит, гуляют. Нет, у нас такого нет. Мы пытаемся понять, что же нам делать. И одна из подсказок – Бог создавал из хаоса порядок. И мы, если мы хотим быть похожими на Бога, богоподобными, должны создавать из хаоса порядок. Вот я вас, тинейджеров, у меня тоже недавно был тинейджер, я хочу спросить, вы увеличиваете количество порядка вокруг себя в мире или нет? Нет, даже элементарно начнем с ваших комнат. Я хочу ваших мам спросить про это. Да? А ведь это тоже, это тоже, это как бы по маленьким, но тоже. И на самом деле вот эта цель человека – увеличить количество... Мы создаем свой порядок. Что-что? Сашка? Мы создаем свой порядок. У каждого же разное видение порядка. Нет. Да, конечно, у каждого разное видение. Окей. Но ты заходишь в комнату и сразу знаешь, в ней порядок или нет, или хаос. Извини. Тут можно... Только нужно ходить пять лет в университете учиться, чтобы потом объявить хаос порядком. А так интуитивно все знают, что порядок, а что беспорядок. То есть, конечно, про комнату вокруг себя – это некоторое физическое, это не на метафорическом уровне, это, конечно, самое простое. Но оно тоже показательно, между прочим. То есть, это же и в жизни, в отношениях с людьми. Да? Люди, которые с вами общаются, с которыми вы общаетесь, они испытывают, что их мир упорядовывается, становится лучше. Или наоборот, вы привносите в их мир больше хаоса, беспорядка и бестолковости, например. То есть, это как бы вопрос, который каждый из вас должен задать себе. Я, мой потенциал у нас, у каждого человека, поскольку не сказано, что у нас есть свое четкое место, мы можем увеличивать количество порядка, мы можем увеличивать количество добра, а можем увеличивать количество хаоса, и можем увеличивать количество беспорядка. Вот что происходит вокруг себя? Это первый вопрос, который вам задать, вы можете себе задать. Кто-то такой. Вот про порядок. Есть такой, на мой взгляд, достаточно популярный, актуальный анекдот в своем роде, когда у человека спрашивают, где у тебя можно взять скрепку на его рабочем месте. Он говорит, рядом с левым верстаком в четырех сантиметров около левой задней ножки. Вот он точно знает, что у него там лежит скрепка. Для него же это порядок. Типа говорит, а потом возьмешь, положи обратно. Кому-то может показаться, что он валяется, а кому-то это порядок. Это вот как? Понять. Не поняла, что ты знаешь, что у людей есть разные в жизни как бы... Магия порядка. Абсолютно не схожие. Да, не схожие просто. То, о чем говорит Андрей, я понимаю. Для кого-то... Ну, у меня была коллега, у которой все время был бардак на столе, мне хотелось его убрать. Но она просила никогда это не трогать, потому что ей так все понятно. Понимаешь? И тут как будто есть какая-то... Знаешь, кто определяет условия порядка? Вот. Я навожу порядок или я все-таки навожу хаос? Понимаешь? Тут Андрюха про относительность, наверное, говорит. Да, ну, это действительно... Вы говорите про то, что этот вопрос немножко сложный, потому что один человек воспринимает это так, другой человек воспринимает это так, и в результате порядок должен быть удобен мне, или этот порядок должен быть удобен людям, с которыми я встречаюсь. Это не очевидный вопрос. Окей, придется все-таки... Тебе же дали тоже, ты же тоже создан по образу и подобию, Боже мой, тебе же тоже свой мозг Бог дал, а ответа не дал. То есть, как вы понимаете, Бог нам дал потенциал. Бог не сказал про человека «это хорошо», а что «это хорошо», потому что на самом деле, вот самое печальное, мы это видим все время во всем, а я вам предлагаю посмотреть самих себя. У нас есть одинаково большой потенциал как для создания добра, как для создания порядка, так и для создания зла и для создания беспорядка. И в каждую конкретную минуту мы как бы делаем либо шаг туда, либо шаг сюда. И это очень сложно, потому что надо двигаться. Недостаточно сделать один шаг, недостаточно сделать два шага. И поэтому в первую очередь, конечно, вы должны для себя решить, что для вас означает, что вы означаете в порядке себя, а потом оглянуться на людей вокруг себя. Потому что следующее, как бы, знаете, вот возникает второй вопрос, то, что я написала даже в заголовке. Если так, то почему в жизни так много трудностей? Почему в жизни вообще так много трудностей? Знаете, жить очень тяжело. Вот наверняка, как бы, я, по-моему, приводила вам уже такие примеры на наших занятиях и так далее, что мы живем, даже в самой, иногда вот радуемся, в каждой радости есть доля грусти. Например, я радуюсь, у меня праздник, но кого-то близкого, важного мне нет рядом со мной. Или, например, каждое какое-то удовольствие дается через большие вкладывания. Например, спортсмен, чтобы достичь какого-то результата, должен вообще выкладываться, как я не знаю, что я, между прочим, очень, и вообще я вам хочу сказать, это такое правило. Ничего хорошее без трудностей не дается. Если вы чувствуете, что вам сейчас легко и приятно живется, как видно, вы не делаете, не идете очень сильно в сторону хорошей жизни, потому что все самое хорошее дается с большими трудностями. Это знают все спортсмены, это знают музыканты, это знают люди, которые кому-то, в чем-то тренируются, да, артист, чтобы стать хорошим артистом, должен долго учиться, а врач, чтобы стать хорошим врачом, должен вообще, там, я не знаю, что знает, сколько времени учиться. Прежде чем ты получаешь что-то хорошее в своей жизни, как правило, нужно пройти очень серьезный, большой путь. И нужно преодолевать, любое достижение вообще на самом деле в жизни дается с трудом. Вот, кстати, это один из знаков. Вам живется легко и хорошо? Вы целый день пролежали на диване, вам было хорошо и приятно? В конце дня есть такое чувство, потратил свой весь день зря. Почему? Потому что легко провел день. Потому что ничего хорошего на самом деле в жизни легко не дается. Мне в этом плане помогает пример со спортом, да, когда ты идешь в спортзал или ты, например, бегаешь, и там, ну, я обожаю, когда у меня после хорошей тренировки есть какая-то крепатура или ощущение мышцы, потому что так я знаю, что я проделала хорошую работу. И в этом плане спорт, он очень помогает осознать, что только через действие, да, ты можешь и через тяжелый труд и преодоление себя, ты можешь преодолеть километр, два, три, а потом, значит, утреннюю крепатуру. А в результате еще ходишь-ходишь в этот спортзал, неделя прошла, изменений никаких. Месяц прошел и все еще изменений никаких. Черт, а надо три месяца или целый год вообще мучиться, чтобы вообще что-то в результате, в отличие в аппликациях, всегда очень так хорошо показывает, вот она толстая, вот она худая. Ты ходишь, делая толстая, вижу, худая не получается. Это просто, это процесс, это три месяца, месяц и так далее. Кстати, в добавление вот к хорошему и плохому, я вам хочу сказать, очень часто вообще непонятно, что хорошее, что плохое, потому что очень часто хорошее маскируется под плохое, а плохое маскируется под хорошее. Бывало у вас такое в жизни, что вам показалось, что с вами случилось что-то очень плохое, а потом оказалось, что вовсе-то и не было плохо, а даже было и к лучшему? Есть такие какие-нибудь примеры? Мне вон Маша кивает головой, ну скажи чего-нибудь. Как тебе надо сделать анмьюд? Ну, у меня были отношения с молодым человеком, вот, и мы расстались так довольно болезненно, после чего у меня очень сильно сменился круг общения, и это то, из-за чего я пришла в общину, где мне сейчас очень-очень комфортно. То есть ты говоришь, если бы вы не расстались тогда с ним, может быть, ты бы и не попала вообще в общину. Да, потому что очень сильно изменился круг общения. А ведь переживала наверняка, когда это случилось, ужасно, да? Очень сильно. И казалось, что мир рухнул, и это ужасная вещь случилась, да? Но немножко проходит время, и перспектива меняется, и оказывается, что это не было. Это когда хорошее маскируется под плохое, а бывает плохое маскируется под хорошее, и тебе кажется, что ты делаешь что-то хорошее. Например, есть у кого-нибудь какой-нибудь пример? Когда кажется, что это хорошо, оказалось, что вовсе это и не было так хорошо. Да, я вам покажу. У меня пример стоит перед моим, собственно, столом, чтобы я не забыла этот урок. Вот. Я купила цветок полтора месяца назад. Вот. И я считала, что на цепи же надо поливать. У меня было жуткое чувство вины, что я его не дополиваю за свои командировки, начала его кормить сильно. очень любить его. Ну и в итоге вот мой цветок, я залюбила его, он просто решил умереть от любви. Вот. Моей и воды. И я теперь, он так стоит у меня передо мной. Я, конечно, не надеюсь, что он еще оживет, но вряд ли. То есть, мне казалось, что я делаю хорошо, я его поливаю, я о нем заботюсь. Вот. А в итоге оказалось, что немножко... Супер-супер. ...переборщил. Или, знаете, такие очень часто примеры, когда, я не знаю, вот, например, я очень часто, знаете, вижу такое, ребенок пытается куда-нибудь что-нибудь открыть, что-нибудь сделать там, у него не получается, мама хочет ему помочь, идет и помогает ему. Это хорошо или плохо? Из лучших намерений. Я вам хочу сказать, что родители всегда все делают из лучших намерений. Потом дети вырастают и всегда еще не видел ни одного ребенка, который бы не предъявил претензий своим несчастным родителям. Потому что оказывается, что как минимум, в лучшем случае, 50% того, что он делал, вовсе этим детям и не так это было нужно, и не то это было нужно, и намерения были самые прекрасные, а вовсе поведение не то. И помогать маленьким, если ребенок пытается вскарабкаться куда-то и падает, то не надо сразу нестись его поднимать, жалеть, а надо дать ему возможность справиться с этой трудностью сам. Кстати, я вам хочу сказать, одно из самых опасных зол, которые маскируются под хорошее, это хорошее намерение. Мне всегда очень часто говорят, ну да, зато у него были хорошие намерения. Да мне начхать на намерение, я вам скажу честно. Вот ты сделал хорошо или нет в результате? Потому что у тебя, может быть, намерение, знаете, куда намерениями хорошими, дорога устла, но есть такая поговорка, в ад. Как ни странно, вот эти народные поговорки, они ужасно умные, потому что оказывается, очень часто хорошие намерения, у тебя намерения самые хорошие, ты хочешь, чтобы всем было хорошо. Только то, что ты делаешь, и тебе кажется, что это туда приведет, ведет в прямо противоположном направлении. И не всегда нам это понятно, определить, да, что именно хорошо, что именно плохо, очень-очень сложно. И я вам хочу сказать, что, например, очень часто мы хотим, да, мы хотим сделать что-то… А, сейчас, я должна все-таки вернуться к теме, как, в чем секрет хорошей жизни и как жить хорошо. Казалось бы, окей, хорошо, если мы все делаем, мы можем выбирать свой путь, и все, почему бы тогда не жить такой жизнью, вот, да, хорошо, если это называется гедонист, это люди, которые говорят, хорошо, я буду получать максимум удовольствия, ведь нам всем хочется получать удовольствие. Мы приходим на урок, хотим, чтобы было интересно, едим еду, хотим, чтобы было вкусно, и там, идем на природу, хотим, чтобы было красиво. Почему нельзя поставить себе цель максимум, просто постоянно, чем мерить успех жизни, а получением удовольствия? Вопрос. Потому что это зона комфорта, из которой можно никогда и не выйти, таким образом, ничего нового не сделав. Ну, про зону комфорта, я вам скажу честно, я ужасно не люблю вот это выражение, выйти из зоны комфорта. Я, например, я вам скажу честно, большую часть своей жизни я себя чувствую не комфортно. Расширить зону комфорта. Не, я уже мечтаю войти в эту чертову зону комфорта, уже чувствовать себя комфортно, потому что все время дискомфорт какой-то. То вот работы нет, то дети не такие на семинаре, то книжка скучная, то диван плохой, то в кровати пружина. Все время дискомфорт. Уже выйти про эту зону комфорта, я не могу слышать эту фразу. Давайте не будем это говорить, повторять. Но тем не менее, да, какой был вопрос? Какой вопрос я задала? Почему нельзя все время получать удовольствие? А, почему нельзя все время получать удовольствие? Мне просто кажется, что потому что со временем, когда мы постоянно-постоянно получаем удовольствие, наши запросы растут, и в какой-то момент наш ресурс заканчивается, мы больше не понимаем, как мы можем получить это удовольствие. Там вот, например, мы покупаем себе сначала, там, не знаю, конфету, телефон, машину, мы об этом говорили, и вот на последний день по-моему с Аллой, да, что, и вот там сначала мы радуемся час, два, три, день, и потом, когда мы покупаем себе что-то прям мега, типа квартиру, да, мы радуемся там месяц, а потом, а что дальше? и как бы мы... Потом самолет, потом можно самолет, потом можно город. Да, 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 но в какой-то момент... Это очень хорошая мысль, на самом деле. Я вам скажу, почему. Это именно то, что ты сейчас говоришь, потому что человеческая природа ненасытная. Нам всегда будет мало. Вот мы съели что-нибудь вкусное, потому что у нас создается, да, вот я съела что-нибудь вкусненькое, и я испытываю максимум удовольствия. Закончила есть, и сразу хочется еще. То же самое с сигаретами, то же самое с компьютерными играми, то же самое с сериалами, то же самое с любовью, то же самое с отношениями. Нам всегда мало. Нету, нету такого предела, в котором вот ты достигнешь, и говоришь, о, вот теперь мне хорошо. Ну, Таня, я можно только одну вещь скажу? Я, например, за то, чтобы получать и наслаждаться всю жизнь, искать не только материальные виды наслаждения, духовные практики, вот, я имею в виду сейчас религию, и иудаизм, и синагогу, и Бога, и так далее, то есть должен быть какой-то баланс. Что я, да, вижу, как проблема в постоянном наслаждении, потому что мы не останавливаемся, мы не наслаждаемся моментом, когда мы съели эту шоколадку, и можем кайфовать от этого не 10 минут, а прям, ну вот, по-настоящему отметить. И тогда ты бежишь дальше, ты уже забыл про это. Да, но в твоих словах есть, в твоих словах есть критика, человеческой природы. Ты говоришь, мы не останавливаемся, ай-яй-яй, нам надо остановиться. Но давайте тогда, давайте просто посмотрим правде в глаза. Да, мы не останавливаемся. Да, наша такая природа. И вы знаете, более того, хочу сказать, чем больше мы будем себя критиковать, нам это не поможет, останавливаться не будем. Иногда людям удается переключиться, например, я очень часто, сама я никогда не курила, но я знаю, что люди, которые курят, они, чтобы перестать курить, они начинают, например, сладкое есть. Они переключаются, окей. Сперва был худой, вонючий, теперь толстый и хорошо пахнущий. Тоже радость, знаешь, не ему радость, не кому. То есть это, да, человеческая природа, она ненасытная, мы такие, мы ненасытные. Вопрос, что делать? Я не против наслаждения. Я не понимаю, что в этом плохого. Если для тебя это хорошо, то ты как бы продолжаешь это делать. Ну, ты для себя, правда, решаешь. Я тебе скажу, что в этом плохого. Это уже связано напрямую с Песохом, потому что мы становимся рабами своих привычек и удовольствий. Поскольку мы, чем больше мы хотим этого получать, тем больше мы становимся рабами. В какой-то момент наступает момент, когда, например, с компьютерными играми для молодежи это просто, да, я уже больше не могу без них жить. Я знаю, что мне надо по-другому, но я не могу оторваться. Я не могу без еды, я не могу без сигарет, я не могу один, потому что мне все время нужна компания, я не могу то, я не могу все. Мы становимся рабами своих привычек и рабами этих удовольствий. Я не против удовольствия, ни в коем случае. Удовольствие, получать удовольствие сиюминутное, это очень важно. Это нам помогает зарядиться, это нам помогает разрядиться, там зарядиться энергией и так далее. Но это не то, что сделает вашу жизнь хорошей, качественной. Вы можете получать каждый день массу удовольствия от всего вот этого, от еды, от друзей, от общения, от этого, а через 10 лет вы оглянетесь и будете чувствовать, что 10 лет прошли впустую. И сейчас я вам, наконец, поскольку осталось не так много времени, я вам обещала решить проблему, как быть, как жить, чтобы была жизнь хорошая. И я вам сейчас скажу, это книжка, которую я очень-очень вам всем советую прочитать, я уже несколько раз советовала и буду продолжать советовать, она небольшая, она очень легко читаемая и она нелегкая, она легко читаемая, но она нелегкая по содержанию. Это книжка Виктора Франкеля «Человек в поисках смысла». И Виктор Франкель, несколько слов, это был психолог, он родился в начале 20 века, он был психолог, еврей, ясный пень, он родился в Вене, он был, собственно говоря, учеником Фрейда. Он был учеником Фрейда в Вене и, скажем так, к началу Второй мировой войны ему было лет 35. И поскольку он был очень известный психолог, то ему предложили визу и предложили, что он лично мог уехать в Америку до начала депортации евреев в концлагеря. Он отказался, поскольку он не мог взять с собой свою семью. В результате он прошел огонь и воду и медные трубы, вся его семья погибла, он потерял всех, он потерял жену, он потерял всех своих родителей, он всю войну перекатывался из одного конслагеря в другой, он выжил. И он написал книжку такую, он был вообще очень известным психологом, он стал родоначальником целого направления в психологии под названием логотерапия. Лого в древнегреческом это не логика, а смысл. И он сказал, что он заметил, что в концлагерях кто выживал, кто в результате выживал в концлагерях? Те люди, у которых был какой-то смысл, ради чего они выживали. Смысл это мог быть разный. Это мог быть, например, ребенок, который остался где-то там, и он хотел его найти. Это мог быть помощь другим людям, которые вокруг тебя в бараках жили. У каждого, например, Виктор Франкель писал вот эту свою книгу. Для него смысл уже после того, как он потерял всех. Это очень сложно понять вообще. Тань, там две книги. Одна, которая «Сказать жизни да», вот эта, она про его жизнь, его биографическая. А вторая, которая «В поисках смысла человека», это больше психотерапевтическая или психологическая такая научная тема. Вот. Я просто недавно ее открыла. Я помню, в русском переводе случился какой-то казус, и одну его книжку перевели очень странно. Я знаю, что я, поскольку я читала на английском, я знаю, эта книжка состоит из двух частей. Первое его просто описание его, так сказать, жизни в концлагерях, и второе его вывод из этого. Что с русским переводом вам нужно будет немножко там покопаться, потому что почему-то там как-то не так перевели. Вообще у него не одна книжка, у него много книжек, но это как бы самое базисное. Но я, знаете, я даже напрягусь, я пойду, посмотрю, что существует в русском переводе. Я вам скажу, я точно знаю, потому что вот мне попалась одна книга «Сказать в жизни. Да», это его биография, его выводы, когда он жил в концлагере, и это прекраснейшая вообще просто на миллион книга. Вот. А вторая, которая, она уже с точки зрения научной и психотерапевтической деятельности, когда он открывает про сомности, про свое персональное осознание и про смысл жизни. И вот это она называется «Человек в поисках смысла». И она такая не очень простая. Ну, у нас народ умный. В общем, короче, почитайте его, это очень важно. Но главный вывод я вам уже сейчас говорю, что он говорит, что только человек, который сформулировал для себя смысл своей жизни, и обратите внимание, этот смысл не находится внутри нас. Сейчас очень модно в New Age, говорит, у нас все внутри нас. Наше счастье внутри нас, наш порядок внутри нас. Все занимаются самореализацией. Так вот я вам хочу сказать, самореализация – плохая цель. Хорошо, ты самореализовываешься, никому от этого не легче. Надо не самореализовывать себя, а поднимать себя. И поднимать себя можно только вот то, что сказал Виктор Франк, или мне кажется, я в своей жизни нахожу этому подтверждение очень часто. Это наш смысл находится вне нас. Например, у людей, у которых рождается ребенок, у них сразу вообще решаются все проблемы. Проблема в том, что потом ребенок вырастает, уходит, и ты снова встаешься у разбитого корыта. Ты сразу начинаешь жить для ребенка, вот и тебе смысл вне нас. Но не у всех, во-первых, есть дети, у молодых вообще пока что нет детей, и у людей постарше тоже уже снова как бы нет детей, потому что они выросли и живут своей жизнью. Поэтому этого недостаточно тоже. Это как бы одна. Очень многие решают, кстати, свою проблему именно так. Но смысл нашей жизни не находится вне нас. И теперь возникает вопрос, как не самореализацией надо заниматься, а формулированием, какой у меня, какой смысл в моей жизни, для чего я живу. И я вам скажу, есть второй компонент этого. Помните, я вам говорила, что все самое хорошее дается нелегко. Так вот чем вот основное отличие взрослых людей, ну, есть много отличий взрослых людей от детей. Мы с кем-то, мы, у нас из Одессы тут есть народ? Мы с ними тоже обсуждали. Да, да, есть. Да? Вот чем отлич... Ну, хорошо, не обязательно из Одессы кто-нибудь... Чем отличаются дети маленькие от детей взрослых и вообще дети от взрослых? Есть варианты? Возможно, тем, что детям все нужно сейчас, прямо вот в эту секунду. А взрослые, у них концентрация внимания дольше. Они знают, что, чтобы что-то получить, нужно проделать какую-то работу, и это займет больше времени. А ребенок начинает капризничать. Например, он что-то увидел, если маленький, да, он начинает ныть маме или папе, там, кому-нибудь, что вот, хочу прямо сейчас, купи мне, или я тут все, не знаю, сломаю, буду плакать или лечь. Да, да, это одно из, да, дети хотят прямо сейчас, взрослые умеют... Это, кстати, тема прекрасная. Знаете, что, в следующий раз, Маслевич, знаете, я про это хочу поговорить. Про прямо сейчас или не прямо сейчас. Это очень важно. Это, скорее, способ, как достичь успеха в жизни. Да, да, да. Мы сейчас не про успех, а про смысл. Еще варианты есть, помимо Ани? Чем взрослые отличаются от детей? Или, например, скажем, люди молодые, подростки, скажем, от маленьких детей. Ну, дети в основном, когда общаются с кем-то, им наплевать, как он выглядит, какая у них финансовая возможность, им все равно, им главное общение, и главное наслаждение этим взрослым, они больше обращают внимание на финансы людей и то, как они выглядят. Ну, разные бывают дети, разные бывают взрослые. Я бы хотела добавить, что дети более жизнерадостные, и, ну, да, они тоже ловят момент и общаются, и ко всем с какой-то добротой относятся, что ли. То есть они всегда думают, что человек, с которым я общаюсь, он хороший. Ну, это совсем про маленьких детей, про крошки. Ну, да, да. Ну, мне кажется... Ну, потому что после двух, где-то, после двух, когда подошел к тебе мальчик, и хлобы себя ведерком по башке двинул, ты уже понимаешь, что не все хорошие. Ну, да. Ну, может быть, дети живут сегодня с ним днем, а взрослые как раз-таки постоянно в каких-то заботах завтрашних. Просто все усложняет... Таль, а ты спрашивала именно про смысл жизни, да? В чем разница смысл жизни ребенка и подростка? Да, 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 да. Ну, я не знаю, вообще у детей, мне кажется, вот именно если маленькие дети, у них смысл жизни — это, ну, типа, это их родители, по сути, на самом деле, либо смысл жизни в познании. То есть они постоянно узнают что-то новое, а у подростков, мне кажется, не знаю, в самореализации какой-то возможно. Окей. Но самореализацию мы уже отменили как хороший смысл. Да, но все равно. Я вам даже хочу сейчас предложить наоборот, что-то прямо обратное от самореализации. Самореализация — это, знаете, самореализация так же, как и счастье, так же, как и хорошая жизнь, это лишь побочное явление. Побочное явление чего? Я вам сейчас скажу, я вам сейчас открою этот секрет, который никто не знает на самом деле. Нет, на самом деле люди знают, хорошие взрослые знают это. Вот вы обратите внимание, что чем ребенок становится старше, тем больше ответственности он несет, да? То есть маленький ребенок не несет вообще ни за что ответственности, включая за себя, никакой. Ему все должны делать мама с папой. Потом постепенно уже ты говоришь, окей, давай ты немножко, ты уже будешь накрывать стол, ты будешь помогать, убери свои игрушки, давай учись, нести ответственность за себя и так далее. Потом, когда вы подростки, например, у нас на наших, вот, J-тиме, я помню, тут я вижу наших J-тимовцев смотрят на меня, да? Мы говорим, давайте-ка не все занятия мы вам будем проводить, а часть вы будете для себя проводить. То есть это ты уже берешь ответственность не только, не только мы за вас несем ответственность, но часть занятий вы уже несете ответственность за себя, плюс занятия других. И чем человек становится старше, тем больше ответственности он на себя берет. Становится ли его жизнь легче? Нет. Становится ли его жизнь лучше? Однозначно, однозначно да. Потому что я вам уже сказала, есть такое правило, все хорошее выстается с трудом. Так вот, оказывается, что для того, чтобы иметь хорошую жизнь и иметь ощущение самоуважения, ты должен две вещи. Во-первых, у тебя должен быть смысл в твоей жизни, да? Ты должен... И этот смысл не должен находиться внутри тебя, это не может быть самореализация, потому что никому от этого не лучше, от твоей самореализации. Может быть лучше, но может и не лучше. И вообще, когда человек все время думает о себе, другим обычно становится немножко невмоготу уже. Знаете, бывает, когда ты разговариваешь по телефону, а она все про себя да про себя, про себя да про себя. Уже ухо отмирает невозможно. И закончить разговор невозможно. И слушать уже тоже не хочется. Все про себя да про себя. Так вот, должен быть смысл. А второе я вам советую. Попробуйте взять на себя ответственность. Кстати, мальчики. Вы знаете, кого больше всего ценят девочки? Девочки ценят больше всего мужчин, которые в состоянии взять ответственность. И не только за себя, но и за окружающих. И чем больше мужчина готов нести за себя ответственности, тем более он привлекательный в глазах женщины. А также... И это касается девочек тоже, на самом деле. Но как бы мы немножко забыли про это. Почему? Потому что это человек, который уважает сам себя. Когда человек уважает сам себя, он становится автоматом привлекательным в глазах других. Так вот, попробуйте. И мы сейчас сделали круг. И я на самом деле возвращаюсь к началу. Что значит привнесение порядка в мир вокруг себя? Принесение порядка – это когда я беру на себя ответственность. Во-первых, за себя. Во-вторых, за то, что меня окружает, за свою комнату. Будет ли вашей маме приятно, если наконец вы сами будете убирать свою комнату, а не она за вами будет? Должны ли вы это делать только для того, чтобы ей было приятно? Нет. Потому что вы уже в какой-то момент должны брать ответственность за маму тоже. Мама несла за вас ответственность до 16 лет, до 17 лет. А дальше уже вы должны, это должно перераспределяться. И в конечном итоге хорошие дети – это те дети, которых своих старых родителей опекают. То есть вся ответственность постепенно переходит. Да, это все время процесс. Мы рождаемся абсолютно безответственными. И по мере жизни мы все больше и больше берем ответственности. Хороший человек – это который может максимально ответственности на себя взять. И не выронить это. Потому что легко взять ответственность. Денеси ее, с ней же надо идти. Например, я вам точно скажу, что, например, даже возвращаясь к нашим всяким семинарам и так далее. В моем понимании хороший участник семинара – это тот, кому я могу сказать, или даже могу сказать, вот сделай это, и забыть про это, и быть уверенным, что это будет сделано. И будет сделано максимально хорошо. Что на этого человека можно положиться. Так вот, есть два компонента хорошей жизни. И обратите внимание, это не успех и это не удовольствие. Потому что успех и удовольствие – это вещи куда более… Удовольствие, оно ненасытное. Успех, про успех поговорим в следующий раз. Тоже немаловажная тема, не отменяю важность этой темы. Но не это станет залогом вашей хорошей жизни. Две вещи. Это смысл жизни, который находится вне вас. И постарайтесь брать ответственность и нести ее, и не выроните ее. Это требует тренировки. И чем больше вы можете взять на себя ответственности, тем больше вы в результате чувствуете удовлетворение. Кстати, кто такие, например, маленькие менеджеры, руководители и большие руководители? Большие руководители – это люди, которые несут ответственность за большую организацию, за большее количество процессов. Почему? Потому что в результате общество награждает, продвигает тех людей, которые видят, что на них можно положиться, которые видят, что если дать этому человеку, чем ты отдаешь этому человеку в руки что-то, и он это несет. И он превращает хаос вокруг себя в порядок. И люди, которые вокруг него, вдруг понимают, чем им надо заниматься, какая у них должность, какая у них роль, что им надо делать, что должно быть сделано, о чем мы сейчас говорим и так далее. То есть чем больше человек может привносить порядок вокруг себя, чем больше он может нести ответственности как за себя, так и за окружающих, то в результате это нелегко. Нелегко. Это вовсе нелегко. Это более тяжелый путь. Но удовлетворение подносит именно этот путь. И, кстати, я вам хочу… Вот вы знаете, напоследок, да, мы сейчас уже с вами заканчиваем, что вот бывают люди, у которых все есть. Я много раз это слышала. И деньги у них есть, и слава у них есть, и семья вроде есть, и все есть, а они несчастные. Слышали про таких? Я помню какие-то всякие известные киноартисты, которые там или еще что-нибудь… Один самоубьется, второй напьется, третий наркоманом. Почему они такие наркоманы и так далее? Что плохо им живется. Спрашивают, что плохо? Деньги есть, успех есть, любовь окружающих есть. Что плохо? А вот именно потому, что все это не является залогом хорошей жизни. Хорошей жизни нет. Вот это все есть, а хорошей жизни нет. Так вот, хорошую жизнь можно получить только более тяжелым путем. Более тяжелым… И, кстати, зачем нужны сложности в жизни? А вот именно для этого и нужны сложности. Потому что именно преодоление сложностей, оно увеличивает, оно увеличивает наш потенциал человеческий. Оно укрепляет и углубляет нашу душу. Только человек, который прошел через какие-то сложности, это могут быть разрывы с близкими, потери близких людей, это могут быть более серьезные сложности, могут быть мелья, но в результате ты становишься более глубоким человеком. А более глубоким человеком, знаете, это как вниз, так и вверх. Чем более ты глубокий человек, тем больше мир вокруг себя ты можешь объять. И поэтому нам нужны сложности. Именно сложности – это как некто… С одной стороны, их тяжело переживать, а с другой стороны, я вам всегда предлагаю рассматривать на то, что в результате это увеличивает ваш потенциал. Не надо себя самореализовывать. Мы можем остаться на всю жизнь маленькими, можем стать средненькими, а можно много-много чего пережить в своей жизни, взять много ответственности за разных людей, принести много пользы и порядка вокруг себя, и тогда в результате ты получаешь жизнь, на которую тебе приятно оглянуться. Есть вопросы? У кого-то остались сомнения по поводу того, как жить хорошей жизнью? Да, Кость. Спросите, вот ты только что говорила за количество взятой на себя ответственности, из-за людей, которые вроде бы все есть, деньги, слава, значимость и прочее, и они там умирают, заканчивают жизнь самоубийством. А как же брать, например, мировые личности? К примеру, возьмем, я не знаю, Элвиса Пресли, Барлин Бадро. Вроде люди, у которых было огромное количество ответственности тоже за написание песен, концерты и прочее. По сути, тоже они принимали наркотики для того, чтобы снять это напряжение от этого количества нагрузки, которое на них было. И по сути, умирали от этого. Немножко несостыковочка получается. Во-первых, я не знаю, какую ответственность он нес. Человек пел. Я не знаю, что происходило у Элвиса Пресли, кто там ему писал песни, и за что он нес ответственность. Мы этого не знаем. Я тебе могу только одно сказать, что человек, который впадает в зависимость от чего угодно. От чего угодно – это человек, который сбрасывает с себя ответственность. Потому что ты впадая в зависимость, и уже чем больше ты в зависимости у наркотиков, тем меньше ты можешь нести ответственность за кого-либо. И в результате происходит некоторый процесс, когда если ты не готов нести ответственность за себя, сперва ты не готов нести ответственность за других, людям это не нравится. А потом, когда человек очень много пьет, много курит, много пользуется наркотиков, он уже не в состоянии нести ответственность за себя. Люди окружающие должны за него нести ответственность. И в какой-то момент они приходят в такой диссонанс в отношениях, что они уже не могут жить сами с собой. Ну, кстати, я не знаю, что там с Ауэсом Пресли, он не самоубился, он, по-моему, погиб. Это я не в курсе. Не приводите мне примеры про людей, которых мы точно не знаем, что там произошло. Я говорю, что тут, скорее всего, идет речь о том, что как понять, какое количество ответственности на себя ты можешь взять до тех пор, пока тебе комфортно, чтобы тебе было тяжело. Чтобы тебе не было тяжело, да, но чтобы потом... Ты не должно быть комфортно, да? Да, чтобы тебе было тяжело. Ты всегда должен быть... Знаешь что? Не должно быть невыносимо тяжело. Не должно быть невыносимо. Должно быть немножко тяжело. Ты должен чувствовать, что ты напрягаешься в жизни. Что вот хочется спать, а надо встать и подготовить занятия. Это напряг. И вот не хочется читать. Книжка скучная. С микрофанов прислал материалы, но неохота их читать. Вот возьми и напрягись. То есть как бы напряжение всегда должно быть напряжение души. Оно не должно быть такое, что ты не можешь его вынести. Но если тебе легко, значит, ты не напрягаешься. Значит, тоже неправильно. Вот так вот, скажем. Это же так же, как с спортом или с умственной нагрузкой. Если тебе легко, значит, ты делаешь что-то не так, и ты никак не развиваешься. Как только тебе становится сложно что-то запомнить или что-то сделать, или там, например, поднять какой-то вес, то только тогда у тебя идёт развитие. Конечно, ты не будешь сразу брать 300 килограмм гирю. Абсолютно верно. Вот, да. Это прекрасный пример. Абсолютно верно. Я вам, кстати, хочу сказать, что если вам всегда со всеми людьми хорошо общаться, то это явный признак того, что, видимо, легко. Если вам со всеми людьми легко общаться, то, видимо, некоторым из них тяжело общаться с вами. Потому что люди разные, со всеми надо по-разному. Если вам всегда легко, значит, вы находитесь в удобном для себя состоянии, а может, ему хочется по-другому. То есть, если ты не чувствуешь напряжение в жизни, знаете, это как с мышцами. Если нет напряжения, мышцы атрофируются. Тань, а я вот, следуя этой логике, что-то немножко зашел в тупик. Если мне, допустим, легко дается рисование, почему мне будет, следуя этой логике, мне будет лучше, если я буду заниматься музыкой, которая мне ни черта не дается, и это очень тяжело? А, не, прекрасный вопрос. Не-не-не, ни в коем случае. Это значит, что ты должен... Я вам советую, кстати, действительно посмотреть, что у вас хорошо получается. Но после этого есть еще один вопрос. Не надо заниматься тем, что вам плохо дается. Не-не-не. Надо всегда заниматься своей, развивать свои сильные стороны. Но следующий вопрос нужно... Окей, сейчас у меня вот что-то хорошо получается. Я вам вообще советую составить список всего, что вам нравится делать. Это большой список. После этого этот список уменьшить до того, что из того, что вам нравится делать, у вас хорошо получается. Это уже поменьше. Потому что иногда мне очень нравится петь, но каждый раз, когда я пою, меня все окружающие просят перестать. То есть я люблю, но у меня не очень хорошо получается. То есть сперва все, что мне нравится делать, потом, что у меня хорошо получается. Вот дальше есть еще один очень важный вопрос, следующий. Какую пользу это может приносить людям? Это уже про ответственность. И после этого ты говоришь, «Окей, у меня хорошо получается рисование». Это недостаточно просто рисовать. Пока ты рисуешь просто для себя, это чистое удовольствие. Это входит в разряд, я сказала, я не против удовольствия, просто этого недостаточно. Для чувства, что ты живешь полноценную, осмысленную жизнь, этого недостаточно. Это может быть необходимо, но этого недостаточно, как в математике было. И следующий тогда вопрос из всего того, что ты любишь делать, у тебя хорошо получается, какую пользу это может приносить людям? И тут открывается возможность. Оказывается, рисованием можно много кому чего помочь. И можно не обязательно сидеть и только рисовать комиксы у себя в комнате, а приносить кому-то какую-то пользу. Ты можешь тогда прокомментировать одну вещь? Ой, привет, я уже тебя уйдала. Я здесь, я здесь на самом деле, я просто чуть-чуть пытаюсь организовать. Порядок вокруг себя, да. Шаббат, да. У меня вот какой вопрос, ты понимаешь? Вот я, например, чувствую, что я балерина, и я должна срочно всех научить. Но почему-то никто, вот это самый распространённый, знаешь, вопрос от подростков, когда они идут дарить свои знания. Я прочитала там, я не знаю, сходила на две тренировки по балету и решила, что я буду всех учить балету. Но ведь это же так не работает, понимаешь? И мне это нравится, и у меня получается. Но я-то совершенно ещё далека от того, чтобы это начать делать для других людей. И тут как будто у меня есть конфликт. Я умею, мне это нравится. Но почему я должна это давать, дальше людям передавать? Как я могу таким образом нести пользу? То есть, получается, должен быть какой-то запрос на балет, или тогда получается, что я не несу пользу. А ту пользу, которую я хочу причинить или нанести, она совершенно абсолютно уже как бы не очень-то нужна. Ты понимаешь, о чём я говорю? Да, да, я понимаю, очень хорошо. Мне кажется, что всем очень важно научиться то, чем я хочу научить, а они не хотят. О, спасибо большое. Коротко и понятно. Вот ты богиня. И что теперь делать? Я вам хочу сказать, это точно так же, как, знаешь, вот иногда, я всегда говорю, знаете, когда вас просят о помощи, очень важно не забыть помочь так, как этому человеку нужно, чтобы мы помогли. Потому что очень часто мы лезем с той помощью, которая людям не помогает вовсе. Нам кажется, что я вот сейчас ей помогу, если буду делать и то, и то, и я абсолютно в этом уверена. А она не этого хочет. Да? Человек попросил, это, нарежь мне, там, я не знаю, нарежь мне салат. Нет, я тебе помою пол. Спасибо, но я хочу, чтобы ты нарезала мне салат, не надо мне мыть пол, да? То есть, на самом деле, то есть, ты, вопрос с пользой, он действительно требует некоторой обратной связи от окружающих. Нужно пойти и поинтересоваться, что для них польза. Я вам могу, например, сказать, что если, например, мы предлагаем, вы предлагаете какое-то занятие, и никто не приходит, то вы можете сказать, какие козлы не понимают, как это интересно. Но, извините, но, скорее всего, они не козлы. Скорее всего, то, что вы предложили, им не нужно. Теперь такой вопрос. Во-первых, как узнать, что им нужно? Ну, это, да, есть такой простой способ спросить. Сложный, сложный вопрос. Да. Во-вторых, можно попробовать предложить это, потом предложить это, и посмотреть, на что люди откликаются. Но иногда нам кажется, что это очень важно, но люди к этому пока не готовы. И действительно, если мы... Кстати, я вам хочу сказать, что мне нравится делать, зависит исключительно от меня. Что у меня хорошо получается, зависит от меня, но не только. Я вам, например, советую пойти, после того, как вы составите этот список, что у вас хорошо получается, что вы любите делать, и что у вас хорошо получается, пойдите и спросите других, что они видят. Потому что иногда то, что люди видят со стороны, это не точно совпадает с тем, что вы видите. Да? То есть, например, они тебе скажут, ты думаешь, что ты это прекрасно делаешь, ты прекрасно... Я, кстати, вот с пением, с танцами, тебе кажется, ты прекрасно танцуешь. А люди говорят, знаешь, да. Я, кстати, очень хорошо помню, когда приехала вся эта наша алия в Израиль, мы все были страшно культурными. Мы все, значит, бальные танцы, театры, все из раций на нас смотрели. Знаешь, если... И, в частности, вот танцы, бальные танцы, это было просто камнем преткновения. Русские люди, я имею в виду евреев всех времен и национальностей, обожают танцевать эти бальные танцы. Здесь у нас никто этого не понимает. И мы все ходили эти балеруны и говорили, какие козлы эти золотяне, как культура. А золотяне хотят сальсу танцевать. И не хотят твои бальные танцы танцевать. И вот те русские, которые смогли это понять, что их бальные танцы никому здесь не нужны, да, да, бальные танцы, это хорошо. Приносят ли они кому-то пользу нужды, кому-то нет? Может быть, кому-то нужны, но большинству нужно что-то другое. Теперь у тебя вопрос. Ты будешь свое гнуть, как идиот последний, или попробуй... Или, может быть, ты очень крутой, можешь свое прогнуть, окей. Очень крутых среди нас мало. Янка не очень крутая. Или все-таки ты посмотришь, может, люди не такие идиоты, может, они знают, что им надо, и попробуешь принести своими умениями пользу им. Им. Не того, что у тебя в голове, а им. Для этого требуется сильная обратная связь. У меня вопрос. Таня, скажи, пожалуйста, вот ты на протяжении долгого времени говоришь о том, что нужно конкретно для кого-то нести в пользу, и, сейчас ты сказала, нужно как раз-таки подстраиваться под кого-то. Почему я постоянно под кого-то должен прогибаться, под кого-то подстраиваться? Почему другие не могут под меня подстрелиться? Сашка, я тебе могу только сказать, что чувства у других абсолютно то же самое, что они все время подстраиваются под тебя. Вот это вот мы очень хорошо чувствуем себя, нам кажется, что мы прогибаемся под других, а другие как дубистые, росовые. Но я тебе могу гарантировать, что у них те же самые чувства. И это действительно очень сложный процесс. Это действительно очень сложный процесс. Никто не хочет ни под кого подстраиваться и прогибаться, Саш. Но то, о чем мы говорим, что нужно искать рынок, который нуждается в том, что ты предлагаешь. И поэтому никто не обязан, ну, как будто, да, ты не обязан сейчас идти в мою школу балета, потому что это не твоя история. Но, наверное, где-то есть в этом мире люди, которые в этом будут заинтересованы. И здесь тоже вопрос про спрос. Кому это нужно? Когда мы находим аудиторию, там, 10 человек, и мы считаем, что они все должны в общении заниматься изучением языка иврита и английского, а потом прийти на проект по театральному искусству, а потом на вокальную студию, и все эти 10 человек нам должны, тогда происходит провал. И эти 10 человек, они исчезают, потому что это не решает ни одну их потребность, их задачу. И то, что я делаю это прекрасно и великолепно, пою и говорю на иврите, и танцую, и там на трубе, это не факт, что это все нужно. И здесь, понимаешь, мой вопрос был действительно про то, что я умею, что у меня получается, от чего я кайфую, но искать аудиторию и потребности, это очень такой сложный процесс. Окей, я хочу подвести итог и сказать три основные мысли, которые я пыталась до вас донести. Первое, о том, что человек – это единственное существо, которому непонятно, в чем его предназначение. И вы должны начинать заниматься поисками своего предназначения, это очень важно. Ваше предназначение находится в двух областях. Оно основывается на ваших личных способностях, ощущениях, интуициях, талантах и так далее. Но реализуется оно только во внешнем мире. И для того, чтобы его реализовать, вам нужны две вещи. Вы должны научиться теперь как узнать. Я вам скажу, у вас сейчас тот самый возраст, когда нужно много чего пробовать. Попробуй, я знаете, я когда приехала в Израиль, я кем только не работала. Из официантов меня уволили. Это вчера я только кому-то рассказала. Значит, официанткой меня уволили. Из кассиршей меня уволили. Полы мыло хорошо получилось. Может быть, в этом мое предназначение. Мне даже, я уезжала учиться в Англию, мне сказали, вернешься из Оксфорда, приезжай, мы тебя возьмем обратно полы мыть. Я думаю, блин, ну если я после Оксфорда буду продолжать полы мыть, то значит уже все, мои дела совсем уже плохи. То есть, нужно много чего попробовать. И вы увидите, что у вас лучше получается, а что хуже получается. Вам нужно себя много в чем пробовать. Сейчас это то самое время, когда это не так опасно, когда есть еще, как это, знаете, поддерживающие круги. Даже в рамках JT можно попробовать проводить занятия, можно попробовать заниматься логистикой. Кстати, не хватает в мире хороших логистов, я вам клянусь. Вот это... Да, 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 согласны. Можно... Игорь проснулся. Игорь у нас больше всего, вот знаете, он нашел себя в логистике. Нет, мы ищем всегда логиста себе, так что... Да, да, да. Есть люди, которые потрясающе умеют просто знакомиться с людьми и зазывать, а есть люди, которые умеют создавать хорошую интимную атмосферу, а есть люди, которые умеют на много людей, а есть люди, которые умеют на мало, а есть люди, которые умеют только писать, а есть люди, которые только виртуально. Надо себя в разном попробовать, но вы должны искать свое предназначение, но не надо заниматься самореализацией, нужно искать, какую ответственность вы можете взять на себя и не уронить, а то взять-то, конечно, дурак может, а потом, оказывается, ты взял на себя, да, я с вашими проектами просто это знаю, да, я буду вести проект. Полный энтузиазма целых две недели ведет проект. На третью неделю, где мальчик, нету мальчика, мальчик слился. Все, это не называется нести ответственность. Нести ответственность это когда ты себе, у тебя есть какая-то цель и ты до нее всеми силами доходишь. Так, чтобы чувствовали окружающие люди, что на вас можно положиться. Сперва в чем-то одном, потом еще в чем-то. Постепенно. Но вы должны понимать, в чем на вас люди могут пользоваться. Например, вовремя прийти. Ну, элементарно. Сколько людей не в состоянии вот это даже сделать. Поэтому искать свое предназначение, нужно, чтобы жизнь была хорошей, в ней должен быть смысл. Этот смысл находится вне вас, в окружающих субъекциях. Это могут быть люди, это могут быть животные, это могут быть природы разные. У каждого свое. И для того, чтобы это реализовывать. Хорошая жизнь, скажем так, это жизнь, наполненная смыслом и ответственностью. И хорошая жизнь, это не обязательно легкая жизнь. Вот это, наверное, та мысль, которую я пыталась до вас донести. В этом нашем первом занятии. Супер. А второе занятие у нас будет про что-то другое. Я сейчас не вспомню, не могу что-то вспомнить про что. В анонсах это есть. Что? В анонсах это будет. В анонсах будет есть. Так что заходите. А, если у кого-то будут какие-то вопросы, вы уже поняли, у меня как раз есть ответы на любые совершенно вопросы. Поэтому можете задавать, готовить, присылать заранее, там, или задавать по ходу. Заодно мы по ходу делали еще все ваши проблемы. Это изи. Батулева, это вопрос не к Тане, это вопрос к тебе. А что же, как выйти замуж? Как выйти замуж, Тань? Я как человек разведенный. Я тебе могу сказать, кстати, советы всегда надо, никогда не спрашивайте советы, у кого попало. Советы нужно спрашивать в разных областях, только у тех людей, которые преуспели в этой области. Например, у бизнесмена можно про деньги. У женщины, которая уже 30 лет живет нормальная семейная жизнь, мы никогда точно не знаем, можно про как жить с мужем. У этого можно про как замуж. У человека, у которого хорошие отношения с людьми, про отношения с людьми. Ни у кого нету всех, кроме меня, всех ответов. Но как выйти замуж, я тебе скажу, я вам скажу, на мой взгляд, из моего опыта, самое главное качество, которое нужно для того, чтобы быть с кем-то в партнерстве, вы сейчас удивитесь. Мне кажется, на английском это называется easy going, easy going, легким человеком. Нужно быть легче. Никто не хочет, чтобы их грузили. Это очень тяжело. Быть вместе с человеком безумно тяжело. Поэтому нужно всегда стремиться облегчить. Не весь свой внутренний мир выкладывать, не все свои сомнения, не все свои неудовольствия или удовольствия. Нужно стараться быть легче. Теперь некоторые люди легче по своей собственной природе. Их, они есть. Это счастливые люди. А есть люди тяжелые. Обычно тяжелые люди, они более глубокие, я вам скажу. И им тяжелее. Женщине особенно. Потому что мужчин вообще не хочет ничем загружаться. Он хочет работу работать. А надо стараться быть легче. Это для глубоких людей. Это тяжело. Это тоже работа. Быть легче. И стараться немножко принимать людей побольше. Больше, так сказать, на иврите, это на телезром. Больше чуть-чуть течь по течению. Не быть все время педагогом. Это я вам говорю как педагог, который заманал всех вокруг себя. Честно слово. Это я из личного опыта говорю. Вот такой мой совет. Вот видите, ребята, на любую тему у меня есть решение. Так что обращайтесь. Таня, помоги, огласи, что в 17.00 зажигание свечей. Помоги, пожалуйста, реши вопрос, чтобы все 40 человек перекочевали через полчаса в зажигание свечей. Значит, это первая такая мини-проверка на вашу способность нести ответственность не только за себя, но и за нечто большее, чем вы сами. Потому что шаббат – это нечто большее, чем вы сами. Это прийти... Куда надо прийти, Алла, к тебе? Куда там? Куда надо прийти, туда и придите, короче говоря. Мы будем в зуме. Мы будем в зуме. Мы все в зуме. Мне очень нравится здесь с вами. Я очень рада вас всех видеть. Большое вам спасибо. Я думаю, на этом мы закончим, нет? Спасибо. Танюш, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Полчаса перерыва и возвращаемся на зажигание свечей. Приди сам и приведи друга, господа.